Коллеги, прошу вас. Добрый день. Сегодня пойдет речь о решении компании стартапа, которая, наверное, наметила себе путь когда-нибудь все-таки стать корпорацией, и которая при этом в качестве своего стратегического решения решила выпускать некоторое количество продуктов с сильными копилотными лицензиями. Также хотелось бы пояснить наличие слова студенческий проект в этом заголовке. Я как основатель, конечно же, уже давно не являюсь студентом, но те ребята, которые на данном этапе сейчас присоединились к этому проекту, кто-то как раз идеи ради, кто-то не только идеи ради, они являются на данном этапе студентами, поэтому такая характеристика будет наиболее корректной. Проект не является их инициативой, но так или иначе родился в результате взаимодействия с ними при реализации образовательных программ, о которых я говорила на прошлом докладе. И, конечно же, это не является инициативой образовательной организации, это отдельный проект, который иллюстрирует, в том числе студентам, как можно объединяться в сообщество и начинать, либо присоединяться к чему-то уже существующему, либо брать это за основу для того, чтобы сделать что-нибудь свое. Я думаю, что было бы правильно, если бы про этот проект рассказал Денис. Он с нами примерно с самого начала. Если будут какие-то вопросы, нужны будут дополнительные комментарии, я, конечно же, ему помогу ответить на них. Передаю слово Денису. Добрый день, господа и дамы. ShareX — это стартап в области шеринг-сервисов. Шеринг-сервисы — это сервисы, позволяющие более эффективно управлять человеческими или материальными ресурсами с помощью программных продуктов. Сам программный продукт реализуется посредством платформы. Платформа предоставляет базу пользователей и инструменты для реализации шеринг-сервисов. Сами шеринг-сервисы построены на основе открытого по ShareX Open. Это исходный код, который опубликован. Точнее, в будущем будет полностью опубликован. На данный момент ведется разработка. Он уже частично опубликован в том объеме, в котором замечательные студенты его реализовали. К сожалению, студенты — это не самые квалифицированные сотрудники и практиканты, но мы стараемся, делаем, что можем, и будем стараться в будущем привлекать уже более востребованных специалистов или имеющих больше опыта, чтобы самим развиваться и развивать платформу и сервисы. Сами сервисы построены на шаблоне, и этот шаблон развивается, чтобы в будущем компании, либо энтузиасты, также студенты могли на основе этого шаблона реализовать свои сервисы. Одним из примеров шаблона может быть, например, всем привычное такси. Как оно устроено? Есть водитель, есть сам сервис, у которого может быть партнер. Водитель исполняет услугу, партнер предоставляет услугу клиенту, а сервис обслуживает партнера и клиента. При этом платформа является гарантом перед сервисом, партнером и клиентом финансовых вопросов, распределения денежных средств, а также помощи в организации услуг. Например, в платформе ShareX в будущем будет реализована система объединения цепочек. С помощью нескольких сервисов, которые будут объединены в платформу, мы сможем выстраивать цепочки, используя несколько сервисов, предоставлять клиентам конкретно услугу, которую они хотели. При этом будут задействованы не только один сервис, а несколько. При этом сам сервис является открытым и может быть реализован отдельно от платформы и полностью реализован руками энтузиастов, никак не привязан к платформе. Единственное, что если, например, они хотят проводить какие-то финансовые операции или у них какие-то свои ноу-хау, им будет необходимо писать это самим. Но это только их личное дело. Как раз такие картинки относительно цепочек. Цепочки могут быть вложены друг в друга, то есть одна услуга может происходить с другой или использовать. Например, если уже брать такси, автомобиль может быть взят также у одного из сервисов платформы, который предоставляет в аренду автомобиля. Примерно по такой структуре платформа в будущем будет развиваться и реализовываться. На данный момент как раз таки… Здесь не платформа как раз нарисована, здесь нарисована схема решения, и его показана связь как раз с платформой и с другими сервисами. На данный момент у нас есть Nextcloud, на котором мы храним определенные данные, гид и система Moodle для представления курсов студентов, по которым как раз таки они смогут понять, каким образом устроен исходный открытый код, как с ним можно взаимодействовать. Есть нюансы относительно лицензии. Есть вопрос того, что сами партнеры, которые реализуют сервис, заинтересованы в каком-либо привлечении денежных средств и реализации каких-то своих ноу-хау. Но мы как платформа заинтересованы в том, чтобы проект развивался, поэтому FrontNet проекта находится под лицензией Backend реализован на IGPL лицензии третьей версии, а FrontEnd реализована GPL третьей версии. Для того, чтобы модификации, которые каждый из сервисов придумал сам, оставались у них, и они могли дальше развивать свои идеи. На этом все. Спасибо большое. Давайте я добавлю еще несколько комментариев. Возможно, не очень четко прозвучало. Действительно у нас есть некое наше платформенное решение, которое просто по структуре организации не может быть открытым, но мы даем шаблон, по которому можно было бы строить сервисы, которые могли бы соединяться как с нашим решением, так и быть абсолютно независимыми продуктами, в случае, если они, допустим, бесплатные, либо в случае, если те, кто эти сервисы захотят построить, они также могли использовать. То есть речь идет о том, что мы говорим о способе оказания услуги, и нам интересно, чтобы программных продуктов, которые подобным способом реализовывали бы услуги, становилось все больше для того, чтобы в дальнейшем можно было бы их соединять между собой. Соответственно, да, касаемо лицензий, нам, опять же, интересно, чтобы наш программный продукт так или иначе развивался, мы совершенно спокойно смотрим к тому, что кто-то другой может построить подобного рода сервисы и платформы, объединяющие несколько сервисов воедино и функционирующие вместе. Опять же, это то, что позволит идее популяризироваться по миру, а не замыкаться только на одной схеме функционирования в конкретной стране. Касаемо разницы лицензий, на прошлом докладе также поднимался вопрос относительно того, что современные корпорации, веб-сервисы и так далее просто используют решение, пусть и с сильным копилептом, у себя на сервере, и это, в общем-то, никак не позволяет, не дает обратной связи разработчикам для развития проектов. Вот этот вот процесс мы решаем тем, что мы разделяем наш продукт на две части. Соответственно, то, что является ядром, то, что может быть интересно всем при реализации этой идеи, мы решили публиковать под лицензией, которая сделала бы необходимым вот эту обратную связь так или иначе давать. А то, что касается… Ну, если полностью выложить проект под данную лицензию, опять же, это будет неинтересно бизнесам, которые будут подобного рода решения запускать. А для того, чтобы дать им возможность какие-то свои конкурентные преимущества реализовывать и так далее, то та часть, которая является пользовательским представлением, которое каждый делает сам для себя, является его каким-то преимуществом, идеей, задумкой и так далее, то можно уже более, скажем так, пользоваться той самой уязвимостью обычного GPL V3, которая есть. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, будем рады ответить. И, соответственно, да, вот это выступление, оно сделано в первую очередь для того, чтобы в этот проект привлечь в том числе более квалифицированных специалистов, студентов, энтузиастов. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Добрый день. Игорь Чудов, базальт из ПО. Коллеги, вопрос. Вот зашел на ваш сайт, а где код? Там есть ссылка на наш ГОКС. Я зашел на ГОКС, где код? Там должно быть. В принципе, я готова показать. Он там был. Я вот проверяла специально перед докладом, потому что я знаю, что этот вопрос просто обязан быть. Да, пожалуйста, потому что этот вопрос возникал. Да, да, нет, я все прекрасно понимаю. Да, есть нюанс, что может быть там кода не настолько много, как хотелось бы. В связи с февральскими событиями мы часть своих усилий направили на то, чтобы перестроить собственную инфраструктуру для взаимодействия, вместо того, чтобы уделить время кода. Так, Андрей, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, я вот не совсем понял, вы как-то пытаетесь усидеть на двух стульях и, похоже, промахиваетесь мимо. Вы говорите, что у вас код весь GPL и AGPL, но при этом говорите, что мы что-то не открываем, чтобы каким-то бизнесом помочь делать свое. Но вы поймите, что если… Нет, не мы не открываем. Сейчас, если что-то бизнес начинает делать на вашей платформе, он уже обязан делать это под свободными лицензиями GPL и AGPL, иначе он уже не сможет ваш код использовать. Поэтому вы где-то что-то заблуждаетесь, как мне кажется. Давайте я чуть-чуть поясню, наверное, все-таки. Смотрите, то, что является бэкэндом, бизнес, конечно же, продолжает делать под лицензией AGPL, и это как раз важный момент. Вы, наверное, путаете все-таки фронтенд под AGPL, а бэкэнд под AGPL. Либо вы совсем запутались. Наоборот. Нет, наоборот. Фронтенд, если это веб-часть, то ее правильнее делать под AGPL, чтобы на… А мы делаем это неправильно как раз специально, а бэкэнд мы делаем под AGPL. То есть если кто-то хочет использовать наш бэкэнд и вносит какие-то доработки, он обязан его опубликовать также. В AGPL тоже обязан опубликовать. Я не про то, что… В AGPL он его может запустить на собственном сервисе. То есть если он его не будет тиражировать, то он его может использовать. Правильно же? Ну, в общем, да. То есть если он на собственном сервисе, я не знаю, картинки какие-то меняют, названия, слова и так далее, пусть они меняют. Если они не начинают это тиражировать как готовый программный продукт, то тогда почему нет? Пусть используют. Пусть запускают на своем сервере с изменениями. В этом-то как раз вот и есть особенность преимущества. По-моему, у нас еще два вопроса были. Да, еще вопросы есть. Последний вопрос, пожалуйста, очень короткий. Спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, ваш стартап, а схема монетизации в чем? То есть что вы продаете? Вот вопросы бизнеса у нас на заседаниях не обсуждаются. В кулуарах. Давайте в кулуарах, да. В кулуарах. Расскажу с удовольствием. Спасибо. Говорили же об этом. Так, есть еще вопросы? Не по бизнесу и не по политике. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.